...больше, чем полумиллиона греев. В итоге, для того, чтобы уточниться, что нужно из технических средств. В ближайшее время, я думаю, в течение недели мы поставим. В конце недели, с соседними необходимыми устройствами для того, чтобы обеспечить. И дальше продолжаем выполнять задачи. Вам всем привет от правительства и благодарность. Сегодня, кроме этого, будет еще боевая премия для вас. Протестируйте за себя, посмотрите, насколько это удобно. И обувь, и форму. Да, вот так. В конце недели, правильно разумеется, и немецкая форма? Чем она краше наша? Эта форма, во-первых, прошла экспертизу, она прошла испытания. Ее испытывали в разных видах боевых действий, ее испытывали в разных климатических условиях. Это форма подразделения специальных назначений. И, как правило, она значительно дороже, чем наша. Поэтому, ну, она, естественно, по качеству намного лучше. Поэтому, естественно, ту возможность, которую нам сегодня представляет наше правительство, зная, настолько сложно выполнять те задачи, которые мы сегодня выполняем, эта форма значительно улучшит качество выполнения задач, которые стоят при нами. Нет, это, значит, что-то мы покупали за государственные деньги. В основном, это, значит, помощь, которую нам оказывают люди, которые небезразличны наши бойцы. Здесь не только Омега, но и Вега. Это подразделения специальных назначений. Они на сегодняшний день наиболее чаще выполняют именно боевые задачи. Самые сложные, самые ответственные, связанные с серьезным риском для жизни. Поэтому им она более необходима. Я хочу сказать, что уровень подготовки и Омеги, и Веги, значит, достаточно высокий. И, в первую очередь, знаете, уровень подготовки оценивается потерями. Значит, я хотел бы сказать, что ни Омега, ни Вега, значит, слава Богу, не потеряла ни одного бойца. Это говорит о высоком уровне подготовки этих подразделений. Это говорит о уровне умения вести боевые действия. Как правило, и чаще всего, значит, потери бывают от неподготовленности. Поэтому то, что эти подразделения более готовы, показывает практика и выполнение ими задачи. Вокруг Славянско-Краматорска достаточно напряженная ситуация. Провокации идут практически каждый день. Мы выполняем задачу, минимизируем жертвы среди мирного населения. Поэтому наши действия не так видны, не так они масштабны. Это связано с тем, что против нас воюют абсолютно подготовленные подразделения. Это непростые люди, это подразделения специального назначения. Доказательств очень много, и оружия, и во время боя противника видели ребята. Они рассказывают о внешности, рассказывают о подготовке этих подразделений, порядок и тактику ведения боевых действий. Поэтому ситуация напряженная. Мы сейчас максимально перегруппируем людей, меняем тактику наших действий для того, чтобы с минимальной потери для мирного населения, для нас, нанести максимальное поражение террористам. Сегодня как раз проводят, они находятся практически, это подразделение, там Збройная Сила и Национальная Гвардия, это подразделение находится практически между двумя городами. Возможность регулярного их смены практически отсутствует. Меняются они только с использованием авиации. Поэтому некоторые неудобства, конечно же, есть, но на войне по-другому не бывает. Сегодня эти подразделения будут меняться, людям будет дана возможность отдохнуть, людям будет дана возможность провести себя в порядок. Поэтому это работа плановая, и такие ограничения, они прописаны в нашем уставе. Это реально та потреба, в которой мы на данный час имеем необходимость. И от всего коллектива спецпризначенцев я бы хотел бы висловить слова вдячности нашему уряду, который реально нас обеспечивает экипировку, форму, сучасным оружием, которое легче выполнять задач в этот нелегкий час. И хотел бы запевнить, что мы, наш коллектив спецпризначенцев, сделаем все возможное для того, чтобы сохранить цілісность нашей страны и в ближайший час сделать все, чтобы запанувал мир на нашей территории. Противник действительно серьезный, но вы видите, что за счет того оружия, которое нам выдают новой БТР, так же новой зразки оружия, делать нам все легче и легче. Населенное нам помогает, чем только может, там и харчами. Деякие предприниматели так же запитывают, что нам нужно, какие-то дребницы, те же самые, например, батарейки до наших оптичных приборов. Кто чем может, тем и помогает на данный час.